Первое, что необходимо сделать, это насытить грунт влагой. Особенно если грунт у вас легкий, вы завозили торф, обогащали его опилками, рыхлый и быстро высыхающий. Для этого лучше всего подходит забрасывание в теплицу свежего снега. Если эту процедуру делать систематически, то ваша теплица насытится влагой в полной мере, и вы не будете тратить достаточно много времени для того, чтобы проливать вашу теплицу в тот период, когда уже необходимо высаживать рассаду. Если влагообеспечение у вас сделано, то вы можете приступить к следующему этапу. Следующее, что необходимо в теплице сделать, это продезинфицировать грунт. Если снег, который вы набросали, уже сошел и температура позволяет вскопать, взрыхлить грунт, то в этом случае вам необходимо внести сюда биологические препараты, которые будут бороться с различными грибковыми заболеваниями, в том числе с корневыми гнилями. Для того, чтобы обеспечить такую борьбу, лучше всего подходит препарат триходермин. Как вы можете узнать из наших роликов, триходермин, имея уже готовый магазинный препарат, несложно сделать самому, либо с использованием картофельного отвара, либо с использованием различных круп или зерна пшеницы. В этом случае вы сможете обеспечить внесение по всей площади теплицы достаточного количества препарата и не жалеть его и не вносить его исключительно луночно, как это часто делают огородники, в связи с просто дороговизной препаратов или их какой-то нечастой доступностью. Следующее, что вы должны сделать, это обязательно продезинфицировать стены и несущие конструкции теплицы. В этой теплице в прошлом году росли огурцы. И вот вы здесь можете видеть, еще есть какие-то остаточки листочков, растений, которые являются таким замечательным переносчиком заболеваний. Вот здесь все перезимовало, весь переноспороз, оливковая пятнистость, все, что здесь могло быть в прошлом году. И даже когда просто этот листочек свалился от ветра или вот от такой небрежности, то, конечно, вся эта инфекция попадает в теплицу и, соответственно, затем инфекция распространяется по новым растениям. Естественно, что инфекция будет находиться на напористых конструкциях, в чербинках каких-то, в отслаивающейся краске и так далее. Чем лучше всего обработать поликарбонатную теплицу, чтобы не нанести вреда несущим конструкциям, чтобы не нанести вреда поликарбонату и чтобы эффективно продезинфицировать от возбудителей грибных и бактериальных болезней? Ну, для этой цели нам, безусловно, понадобится опрыскиватель, который мы должны обильно зарядить и, может быть, не один раз, потому что экономить на обработке совершенно не стоит. Какое же средство выбрать? Среди многих средств, которые предлагаются для дезинфекции теплиц, а это может быть и серная шашка, и хлорные отбеливатели, и различные йод-содержащие дезинфектанты. Я предлагаю вам попробовать одно средство, которое абсолютно всем доступно в быту. Это не хлорный отбеливатель. Все-таки использование хлорсодержащих отбеливателей, оно не оправдано в поликарбонатной теплице. Во-первых, хлор наносит некоторый вред самому поликарбонату. Поликарбонат не любит галогенизации, а хлор как раз может галогенизировать и разрушать, пускай не сразу, не очевидно, но все-таки понемножечку разрушать поликарбонатное покрытие. Та же самая история с йод-содержащими препаратами. Несмотря на то, что йод там содержится не в чистом виде, не в виде йода, который возгоняется и очень быстро портит всевозможные пластмассовые поверхности, в любом случае опрыскивание йод-содержащими препаратами является не самым оптимальным вариантом для таких вот пластмассовых конструкций. Я вам предлагаю, соответственно, использовать не хлорные отбеливатели, которые в своем составе содержат пербораты. Это такие отбеливатели сухие, например, как БОС или привычный с советских времен персоль. Они также могут выпускаться в жидком виде. Самое главное, что вы на упаковке должны прочитать, что они содержат пербораты. Кроме того, что пербораты являются достаточно активными окислителями. Это что-то вроде бы наподобие перекиси водорода, но не совсем, но химический принцип действия очень похожий. Кроме того, они содержатся в составе бор. Вы бором обеспечите в таком случае при постепенном смывании средств в грунт, обеспечите бором также и почву, а у нас и огурцы, и томаты являются весьма чувствительны к недостатку бора. Концентрация, которую вы должны использовать при обработке теплицы, точно такая же, как рекомендуемая производителем для отбеливания белья. Соответственно, вы должны развести этот отбеливатель и равномерно и обильно обработать все конструкции. То, что отбеливатель может содержать поверхностно-активные вещества, это не страшно. На самом деле, лаурилсульфат, натрия или другие поверхностно-активные вещества достаточно активно утилизируются почечной микрофлорой и никакого вреда не нанесут в будущем вашим растениям, особенно если такую дезинфекцию вы сделаете заранее. Очень важно, что дезинфекция должна проводиться при температуре 5 градусов тепла и выше. Именно в этом случае будет достигнута эффективная дезинфекция поверхности внутри теплицы. Я надеюсь, что наши советы вам помогут избавиться от болезней, вырастить здоровый и богатый урожай без применения каких-то жестких химических реагентов или средств защиты растений, которые могут впоследствии накапливаться в растениях и попадать к нам с уже пищей, при потреблении овощной продукции в пищу. Благодарю вас за внимание, благодарю за то, что вы с нами на канале Процветок. Подписывайтесь на нас, нажимайте колокольчик вот в этом углу видео, вы всегда будете в курсе наших выпусков. Я прощаюсь с вами, всего хорошего!